приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня у нас очередной агрогороскоп на март 2022 года и мы рассмотрим время посева семян на рассаду в марте 2022 года но прежде чем мы его рассмотрим буквально несколько слов возмущения некоторых наших подписчиков в социальных сетях зачем вы нам все это рассказываете нам коротко надо дайте нам просто-напросто дни время и все нечего тратить наше время но я знаю и другое мнение что мы огородники садоводы не просто колхозники как нас иногда называют а мы с вами думающие мы с вами творцы мы осознанные уже творцы которые творят свое пространство свои планеты и поэтому очень важна та информация которая приходит к нам а нам она приходит не просто так вот с 99 года начинали мы изучать влияние луны на то что в нашей жизни происходит в нашем пространстве ну а потом и другие планеты но оказалось что не меньше чем луна именно сейчас уже начинает влиять на все процессы в нашей жизни и солнце солнце это сияющее дневное светило великий величайший резервуар жизни света и любви а луна это приемник сил солнца а следовательно фокус сил магнетических формирующих дающих всему основание и плодородие стремящихся задержать и окружить лучи сил исходящих от солнца но вот это такое объяснение астрологов луна это женский эквивалент солнца луна даритель облика жизни она воспринимает солнечные энергии и все космические явления с помощью которых воздействует на все земное вот что значит луна и солнце ну никак нельзя вот это выдергивать одну часть оставлять для чего-то непонятно а другую использовать и мы пришли к этому именно в процессе практических опытов и давайте рассмотрим сначала начнем вот с этого первого момента первого периода в марте прекрасного периода для посева семян томатов на рассаду это телец растущая луна венера является управителем тельца казалось бы телец это энергия земли тоже женская энергия венера тоже женская энергия и солнце в данном случае у нас вот в этот период 6 марта с 6 по 8 марта будет прекрасный период солнце будет находиться еще в одной женской энергии это энергия воды это энергия рыб и очень интересные такие состояния мы изучаем сейчас все градусы в которых находится каждый знак зодиака и оказывается они тоже имеют значение на то что мы то ли начинаем то ли делаем и они дают своеобразный импульс давайте рассмотрим 6 марта вот это прекрасный период по луне начинается с 12 часов и до конца суток солнечные энергии в это время именно работают с восхода и до захода солнца они наиболее продуктивны и мы уже видим что мы можем использовать с 12 часов и до захода солнца выбрать вот это самое продуктивное время далее солнце будет находиться в семнадцатом градусе рыбы а семнадцатый градус рыбы объясняется астрологами так как эта энергия которая должна быть именно источником силы является солнце и вот эта энергия идет до развития творческих созидательных процессов то ли это семена то ли это растение то ли это человек что-то начинает творить любое творческое начало вот здесь солнце является источником вот этого творческого созидательного процесса прекрасно можно в этот день сеять видите какая прекрасная энергетика именно 17 градуса знака рыб далее 7 марта уже все 24 часа снова выбираем дневное время потому что здесь дается еще большая сила солнцем от восхода и до захода солнца мы вот тоже этот момент испытывали и отказывается в это самое продуктивное время 7 марта от восхода и до захода солнца хотя если кто-то не успеет может и вот эти все остальные часы использовать но в данном случае 18 градус рыбы говорит о том расшифровывает нам задачу под руководством солнца ускоряются вибрации осознания души семени и самого растения и души человека мы знаем с вами что семена это души юные души которые мы взращиваем виде растения и получая из них плоды даем возможность качественному очень быстрому преобразованию этой энергии и эти души получают очень быстрый скачок в своем развитии 18 градус знака рыбы далее идем 8 марта с 0 часов и до 16 часов здесь тоже световой день замечательное время успеваем до 16 часов и здесь солнце в девятнадцатом градусе рыб а это расшифровывается так растить возрождать приумножать для создания гармонии своим творчеством вносить качественные коррективы великие метаморфозы реальности другими словами наша задача человека использовать вот этот продуктивный период 8 марта с момента восхода и до захода солнца в данном случае у нас до 16 часов мы можем возрождать и создавать вот эту прекрасную новую сущность вот эти растения замачивая или же сразу же посеяв семена в почвогрунт и этим мы создаем новую реальность новую жизнь получая прекрасные результаты видите вот у нас телец я расшифровала вот эти значения вот этих дней как мы высчитываем вот это продуктивное время и вы теперь тоже можете это использовать идем дальше знак рак растущая луна 11 марта по луне это растущая луна замечательно по луне 11 марта с 11 часов и до конца суток прекрасное время 12 марта все 24 часа 13 марта с 0 до 17 часов идем дальше ведь в это время 11 марта прекрасное время когда уже солнце будет находиться в 22 градусе рыбы здесь такая классная энергетика будет пробужденный образ образ нашей духовной сути на материальном плане то есть мы можем и свою задачу как человека создать новую жизнь и дать возможность этой юной душе которая находится в этом семени в этом растении использовать вот эту солнечную силу силу энергию для того чтобы она выросла в растении вот эта семечка в энергии и служила во благо человеку человек выращивает во благо того чтобы получить вот эти прекрасные плоды и плюс дает благо жизни новой душе 12 марта все 24 часа на мы выбираем всегда самое продуктивное время теперь именно с момента восхода и до захода солнца и так в этот день солнце будет находиться в 23 градусе рыбы и здесь объясняется я только пока кратко все объясняю здесь важная роль человека в пространстве роль человека одна из ключевых ведь через человека идет развитие материализация вот этого задания вот этого этой души этого растения данном случае у нас томаты и солнце дает нам вот эту возможность выразить себя через вот эту материализацию из маленькой семечки вырастите прекрасное растение и получить витаминные плоды 13 марта с начала восхода солнца и до 17 часов почти что до захода солнца солнце будет в 24 градусе рыбы здесь очень интересная интерпретация этого градуса и задачи этого градуса солнца в знаке рыбы но вот задача более краткая вам ее сейчас произнесу солнце дает вам энергию то есть человеку через семена для того чтобы приносить пользу себе а также пользу земле и проводить этот эволюционный процесс природный отбор с помощью работы с растениями и мы естественно знаем что мы крепкие здоровые и у нас в наших руках позитивных созидательных естественно вырастут сильные здоровые растения и мы счастливы и растения будут счастливы иметь вот такого хозяина покровителя в виде человека который выращивает это растение вот почему я всегда вам говорю что нужно позитивно нужно общаться с растениями нужно быть настроенным и на солнце и на луну а также есть и другие планеты которые отвечают за вот это прекрасное созидание наше совместное но сегодня мы пока рассматриваем вот эти важные моменты важные светила которые играют очень важную роль сейчас выращивание растений а теперь рассмотрим еще один важный период это скорпион при убывающей луне почему мы его выбрали 18 марта полнолуние это время вот до 20 марта время сожженного пути полнолуния в это время ничего не сеется не делается а 20 марта уже начинается период убывающей луны в знаке скорпион и это нулевой день солнечный нулевой день в это время начинается новый год солнце как раз кульминирует в овне развитие солнечного принципа дает человеку новые энергетические возможности которые требуют вот осмысления и освоения и не только человеку а всему живому на земле то есть нужно заново учиться управлять своей жизнью всеми процессами иначе все энергии будут быстро иссякать управление могучими силами требует большого внимания и тонкости и гибкости в этом процессе поэтому мы вот нулевой градус 20 марта используем для того чтобы подготовиться это время эмоционального равновесия перед новым началом 21 марта солнце входит первый градус овна и вступает в силу новый солнечный год первый градус овна дает нам энергию и подсказку новое пространство и это пространство имеет возможность стать богаче благодаря нам это пространство и с семенами с растениями в саду в огороде вот новое пространство и это и есть трактовка первого и второго градуса овна это интереснейшая информация сейчас только открывается чтобы помогать нам творить настоящие чудеса в своих садах на грядках и в своей жизни нам неспроста уже многие говорят вы творцы вы можете создавать свою жизнь и мы уже пришли к этому просто-напросто уже другого выхода нет или творим хорошее или творим плохое и благодаря знаниям энергии луны и солнца мы сможем вот эти энергии использовать для творений созидательных 21 марта луна будет находиться все 24 часа в знаке скорпион а в это время солнце будет находиться во втором градусе овна 22 марта с 0 часов и до 17 часов это продуктивное время и луны и солнца солнце будет находиться уже в третьем градусе овна но очень интересное время и давайте рассмотрим две энергии две стихии которые помогут нам вырастить добротный вырожай луна будет находиться в знаке стихии воды скорпионе кстати скорпион это далеко не скорпион а это и еще орел а солнце в знаке стихии огня будет в первом и втором градусе и в третьем градусе овна вот смотрите третий градус 22 марта это отличное сочетание стихий дадут отличный результат стихия воды скорость а овен стихия огня даст качество самому растению его плодам которые можно будет достаточно долго хранить правда хранение также во многом зависит от сорта современные сорта гибриды прекрасно хранятся до месяца мы проводили эксперимент 2022 году с посевом семян томатам белфорд и фенда и это тоже были дни после сожженного пути полнолуния в третьей фазе и сеяли мы семена томатов 3 и 4 марта солнце находилось в первых градусах знака рыбы растения и плоды развивались одинаково с растениями от посева в другие благоприятные дни тоже мы использовали и телец так что можно смело использовать 21 и 22 марта 2022 года для посева семян помидоров на рассаду прекрасно сочетаются энергии стихии воды и энергии стихии огня они взаимодополняют друг друга и тем более что вот эти посевы уже во второй половине марта актуальны для жителей северных регионов которые рассаду будут высаживать в июне в теплице или же в открытый грунт а теперь хочу вам признаться в одном факте совсем скоро на это нам понадобится всего несколько лет вот сегодняшняя информация о влиянии солнца а может быть и двух солнц будет обыденным делом сейчас мы только в начале пути и может это пока сложновато понять но я стараюсь донести новую информацию как можно проще время хаоса в котором мы сейчас живем останется позади и мы будем жить счастливо и радостно только учитывая планетарные ритмы и понимая природу и действия законов управляющих судьбами вселенной вот в гармонии находясь в гармонии вот этих энергий всех планетарных ритмов можно просто скользить по этим волнам и получать прекрасные результаты и выходить из этого хаоса в котором мы сейчас находимся а теперь у нас еще один агрогороскоп для проклюнувшихся семян на март 2022 года дело в том что в марте тоже многие будут использовать сортовые или свои собранные семена и будут замачивать так вот три периода которые мы сейчас назвали это время нахождение луны и солнца с 6 по 8 марта здесь у нас время луны в тельце солнце в рыбах далее период с 11 по 13 марта время нахождения луны в знаке рак солнце тоже в знаке рыб и третий период в знаке скорпион данном случае у нас луна находится в знаке скорпион а солнце уже в знаке стихии огня в овне и очень важно если вы замочили в этот период я понимаю что будет у каждого свой период время когда будут проклевываться эти семена но мы с самого начала вот этого периода даем вот эти все периоды потому что может быть что надо всего-навсего три дня а может быть четыре а может неделя для того чтобы проклюнули семена используйте вот эту всю информацию она вам пригодится для этого мы ее и подготовили итак первый период хороший для того чтобы использовать для проклюнувшихся семян телец растущая луна 6 марта с 12 часов до конца суток 7 марта все 24 часа 8 марта с 0 часов до 16 часов да еще сразу же одно замечание мне говорят что вот выставьте вы мы скопируем и все дело то что я озвучиваю для тех кто не видит и есть среди нас таких много но они прекрасно справляются с выращиванием растений вместе со своими домочадцами поэтому будьте добры и найдем понимание и уважение к тем кому нужно именно звучание и так следующий знак это знак рак при растущей луне 11 марта для проклюнувшихся семян хорошее время с 11 часов до конца суток 12 марта все 24 часа 13 марта с 0 часов до 17 часов еще один хороший период это лев растущая луна 13 марта с 23 часов до 0 часов то есть один час в эти сутки 14 марта все 24 часа 15 марта с 0 часов и до 13 часов также можно использовать стрелец при убывающей луне для проклюнувшихся семян 23 марта все 24 часа 24 марта с 0 часов до 15 часов 30 минут в козероге можно использовать 26 марта все 24 часа а также в рыбах есть у нас тоже два периода это 29 марта с восьми часов до конца суток 30 марта с часов до 9 часов вот момент для проклюнувшихся семян выбираете то что я вам назвала а для тех семян которые вы замачиваете или уже ложите в почвогрунт для это время посева старайтесь вот восход и заход солнца использовать вот такое у нас сегодня интересное видео оно интересно и нам самим хочется поделиться хотя бы кратко той информация которую мы получаем изучаем экспериментируем и я знаю что дальше будет еще больше интереснее и мы делимся с вами и надеемся что эта информация принесет в вашей жизни хорошие результаты не только для выращивания растений получения добротного хорошего урожая овощей плодов ягод но и для того чтобы ваша жизнь стала счастливой и радостной на этой позитивной ноте мы прощаемся с вами не забывайте ставить лайки писать комментарии свои отзывы мнения о том что мы делаем понятно ли мы объясняем пишите и будем стараться дальше всю эту информацию подавать все более проще и более полно для того чтобы мы все были с счастливы на этой прекрасной земле которая станет райским садом для всех нас для всего человечества пока пока